В России нашли новую королеву Англии, геополитический филетон. Игорь Романович, автор блога Green Tea, специально для РИА Новости. Тревожные новости приходят из России, сообщают Washington Post, Wall Street Journal, BBC и прочие рупоры свободных и демократических СМИ. Россияне, вдохновленные примером венесуэльского юноши Хуана Гуайдо и оказанной ему поддержкой, стали массово провозглашать себя временными руководителями различных государств, исходя из нехитрого принципа «а чем я хуже?». По последним данным, уже 315 человек объявили себя исполняющими обязанности президента Франции, 114 – премьер-министра Японии, 260 – президента США, 95 – канцлера Германии, 5 человек, наследными принцами Кувейта и одна пенсионерка из Саратова, королевой Великобритании. МИД перешел на круглосуточный режим работы, регистрируя кандидатов и отсылая их паспортные данные пока еще законным властям перечисленных стран с требованием провести внеочередные выборы в течение 24 часов. В западной аналитике с растущей тревогой отметили, что хотя РТ подает политические программы и заявления исполняющих обязанности лидеров в ироничной и шутливой форме, электорат этих стран смотрит такие репортажи со все более возрастающим вниманием и интересом. Так, выступление исполняющего обязанности президента Франции Евгения Кудрявцева, токаря 5-го разряда из Челябинска, в котором он твердо пообещал покончить с диктаторским режимом Макрона, вернув Франции демократию, право человека и бесплатную выпивку, посмотрело более 10 миллионов французов. Уже на следующий день на улицах Парижа были замечены плакаты «Эжен Лекудри – наш президент». Еще дальше пошел исполняющий обязанности премьер-министра Японии, потомственный оленевод Берген Беттахов, который на могиле своего деда Шамана поклялся, что сделает все, чтобы Япония вошла в состав республики Саха автономным улусом, так как в ней нет ни землетрясений, ни цунами, ни американских баз, а по размеру территория Якутии превосходит Аргентину. Чем вызвал в японском обществе оживленные дискуссии, а в торговых сетях Токио – нешуточный ажиотажный спрос на меховые унты и парки, расшитые бисером. Компании Тойота и Ниссан немедленно объявили, что мощность своих автомобилей они теперь будут указывать в оленьих силах. Не отставали от этих двоих и остальные временно исполняющие обязанности президентов, канцлеров и премьер-министров. Ситуация с двоевластием начала складываться критическая. Еще действующие лидеры пытались принимать решения, но они немедленно оспаривались исполняющими их обязанности, как незаконные и диктаторские. США потребовали немедленного созыва Совета Безопасности ООН. Россия и Китай и исполняющие обязанности французского президента Эженли Кудри при одобрении британской королевы Ивановны I сочли это нецелесообразным, порекомендовав пока еще действующему президенту Трампу воздержаться от давления в вопросах, касающихся демократических прав и свобод. А что касается Венесуэлы, то о ней все забыли, так как стало уже не до нее. По планете широко шагала настоящая демократия, опрометчиво запущенная с подачи Госдепартамента США. Игорь Аманович, автор блога Green Team, в России нашли новую королеву Англии, геополитический филитон. Ссылку на эту статью мне дала подписчица канала на YouTube, за что и большое спасибо.